Свой визит на Брестский электроламповый завод Андрей Беляков начал с экскурсии по производству. Руководителю республиканского молодежного движения администрация предприятия продемонстрировала условия труда и отдыха рабочих, а также ознакомилась с продукцией, выпускаемой в цехах. Общаясь с руководством и сотрудниками завода, Андрей Беляков неоднократно подчеркивал, в рамках своего визита он хотел бы узнать, что волнует работников предприятия, какие вопросы и проблемы сегодня у них есть. Для нас очень важно услышать, чем сегодня живет молодежь, которая работает на этом предприятии, да и не только молодежь, какие волнуют людей проблемы. Ну и безусловно, тема развития предприятия, поскольку ламповый завод уникальное предприятие, единственный такой завод не только в нашей стране, но и на просторах Содружества независимых государств. А продукция, которая выпускается на этом заводе, особенно вот та новая продукция, которая совсем недавно была освоена, я уверен, что она конкурентно способна. В рамках встречи на предприятии Андрею Белякову были продемонстрированы основные направления деятельности первичных объединений БРСМ города. От проектов для конкурса «100 идей для Беларуси» до студенческих отрядов, которые трудятся на предприятиях разного профиля. Сегодня областной комитет объединения взял для себя еще один курс «Трудящаяся молодежь». Мы работаем более серьезно с учащейся молодежью, студенческой молодежью и, скажем честно, что надо более уделять внимание работающей молодежи. Поэтому у нас и на конференции, это было отмечено наше отчетное оборудование БРСМ, что именно акцент делать на работающей молодежи. Белс имеет свои традиции на предприятии, создана первичная организация БРСМ, однако она нуждается, как говорится, в более эффективной работе, поэтому мы и этим вопросом уделяем внимание, и в целом вообще по городу и по области считаем, что в ближайшее время уделим внимание проведению мероприятий именно с работающей молодежью. Конечно же, центральным моментом рабочей поездки стала встреча с трудовым коллективом. В рамках открытого диалога прозвучали вопросы о том, как исчисляется заработная плата, о гарантиях, предоставляемых сегодня молодому специалисту, и о законопроектах, над которыми сегодня работают в парламенте. Подобные мероприятия призваны сделать диалог власти и народа более продуктивным и эффективным в решении насущных проблем.